Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Видновской детской поликлиники Мария Калошина. И мы поговорим об ожирении у детей и подростков. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, насколько серьезной данная проблема стала в настоящее время? В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, люди с заболеванием из избыточной массы тела порядка миллиарда по всей планете. Из них 500 миллионов имеет ожирение. На детское население приходится порядка 30 миллионов. Из них 15 миллионов также имеют ожирение. А если вот про нашу страну говорить? В нашей стране, но конкретно в городе Москва в 2017-2018 году было проведено исследование, которое включало в себя детей порядка 7 лет. Из них 2166 человек, у 30% мальчиков и 24% девочек было выявлено избыточная масса тела. При этом больные ожирением были порядка 10% мальчиков и также 5% девочек. То есть достаточно выраженная доля среди лиц. При этом на данный момент более преобладает ожирение лиц дошкольного и младше школьного возраста. Хотя ранее считалось, что данная проблема больше свойственна подросткам. Скажите, а в каком возрасте это начинает становиться проблемой и становится заметным для родителей? На самом деле возраст не имеет значения. Ожирение и заболевание хроническое. То есть человек, получая данное заболевание, набирает массу тела достаточно длительный период времени. При этом близким зачастую это совершенно не видно. Мотивационная настроенность пациента не может зависеть только от его изменения внешнего облика. Врачу очень важно будет говорить и называть факторы, которые способствуют развитию ожирения. И которые идут рука об руку и ухудшают течение данного заболевания. Соответственно, назовите, пожалуйста, эти факторы. Факторы, которые провоцируют это заболевание, является прежде всего избыточное гиперкалорийное питание. В настоящее время очень активно, социально ведется пропаганда нездорового образа жизни. То есть в любом рекламном ролике можно увидеть рекламу фастфуда, каких-то там готовых колбасных изделий, кондитерских изделий. Также в настоящее время крайне выражен фактор гиподинамии. То есть мы в основном все передвигаемся на автомобилях. Выходные предпочитаем проводить в кинотеатрах, в походах в гипермаркеты. При этом именно семейное времяпрепровождение активным образом жизни, как езда на велосипеде, катание, может быть, на лыжах, на коньках, не столько популярно в наше время. Что стоит делать родителям, чтобы вылечить ребенка, ну или хоть как-то изменить эту проблему в лучшую сторону? Конечно, родителям следует обращаться к врачу. При встрече с пациентом врач оценит массу тела ребенка, оценит рост в данной возрастной категории, сравнит с коэффициентом стандартного отклонения и уже конкретно будет понимать проблему, что у ребенка либо избыточная масса тела, которую можно профлактировать, либо ожирение, которое уже следует лечить. При этом лечение ожирения включает в себе как питание, изменение питания, причем стиле именно питания, также и физической активности. Кроме того, врач располагает медикаментозными средствами для лечения ожирения. То есть в далеко зашедших случаях, если ожирение имеет уже морбидную стадию, можно применять и медикаментозную терапию, стабилитированную. В настоящее время проведено исследование, которое дает возможность также инъекционный препарат вводить. Кроме того, существует бериатрическая хирургия, то есть оперативное лечение ожирения, которое направлено на уменьшение объема желудка, на исключение отделов желудочно-кишечного тракта, который отвечает за всасывание веществ, то есть проблему возможно вылечить. Главное вовремя обратиться к врачу. Это самое главное. Большое спасибо за эту информацию и за нашу беседу. Я напомню, что у нас в гостях была врач-эндокринолог Видновской детской поликлиники Мария Калошина.